Привет! Если на твоем айфоне или айпаде осталось мало памяти и тебе не хватает для того, чтобы скачать какую-нибудь игру, используй эти советы и ты решишь эту проблему. Первое, с чего хочу начать, это с очистки историй браузера Safari. Конечно же, если это твой основной браузер. Зайди в настройки Safari и промотай вниз до пункта очистить историю и данные. У тебя откроется окно, которое предложит тебе очистить историю за выбранный период. За последний час, за сегодня, за сегодня и вчера и всю историю. Я рекомендую нажать на всю историю. Ну и также выключить пункт закрыть все вкладки. После того, как ты нажмешь очистить историю, вся история браузера у тебя очистится, весь кэш почистится, но вкладки, которые у тебя были открыты на тот момент, они так и останутся открыты. Этим способом примерно около гигабайта ты сможешь очистить. Следующий способ связан с фотографией. Лично на моем устройстве основное место занимает, конечно же, это фото и видосы. Заходим в приложение фото, альбомы и нас интересуют в самом низу два пункта. Это дубликаты и недавно удаленное. В дубликатах хранятся идентичные фотографии, поэтому ты можешь смело их объединить и у тебя немножко освободится место. Но самое интересное, нас ожидает в папке недавно удаленные. Даже после того, как ты удалишь все свои фотографии из приложения фото, они у тебя падают в папку недавно удаленные. Соответственно, точно так же они занимают место. Чтобы их удалить, нажми выбрать, выдели все фотографии и нажми удалить. И после чего эти фотографии все удалятся и они не будут занимать место на твоем телефоне. Если ты используешь iCloud, то ты также сможешь сохранить очень много места. Заходишь в настройки приложения фото и нас интересует пункт оптимизация хранилища. Если ты его активируешь, то оригиналы фотографий будут загружаться в iCloud. А на iPhone останутся миниатюры, которые будут весить килобайт 300-400. Но после того, как ты нажмешь на фотографию, они автоматически подгрузятся из облака в оригинальном разрешении. Следующее, что ты можешь сделать, это выполнить жесткую перезагрузку устройства. Как правило, после жесткой перезагрузки на iPhone сбрасывается какая-то часть кэша и немного освобождается память. Чтобы сделать жесткую перезагрузку, достаточно просто нажать на кнопки плюс-минус и удерживать кнопку выключения устройства до тех пор, пока iPhone не перезагрузится и на нем не загорится яблочко. Также этот способ подойдет, если ваш iPhone начинает подтупливать, либо какие-то еще с ним проблемы. Обычно жесткая перезагрузка решает эти нюансы. Зайдите в настройки «Основные хранилища iPhone» и посмотрите, какие приложения больше всего занимают место на вашем устройстве. Например, приложение подкасты. У меня скачано 4 подкаста, в общей сложности они занимают примерно 1 гигабайт. Я знаю, что многие не пользуются приложением подкаста, но автоматически иногда какие-нибудь подкасты могут загружаться, тем самым занимать место на вашем устройстве. Обратите внимание на те приложения, которые больше всего занимают место, и если вы ими не пользуетесь, то смело удаляйте. Например, приложение «Фотоматор» — это хороший фоторедактор, занимает он 700 мегабайт, но, к сожалению, я никак не могу из приложения удалить кэш-файлов, которые я использовал в этом приложении, поэтому я его могу просто удалить и скачать заново. Соответственно, он уже не будет весить 700 мегабайт. Если ваш основной мессенджер — это Телеграм, то следующий метод — это 100% для вас. Заходите в настройки «Данные и память», и здесь вы можете посмотреть, сколько места занимают ваши диалоги в Телеграме. Здесь будет храниться весь кэш, который вы получаете, когда читаете какие-нибудь Телеграм-каналы. Лично у меня это занимает 2 гигабайта. Я нажимаю «Очистить». Удалится весь кэш каналов, но не переживайте, просто заново заходите в канал и читаете новости. Все нормально, кэш просто заново будет накапливаться. Ну и, конечно же, на наш Телеграм-канал подпишитесь. Здесь много всего интересного, актуальные новости из мира Apple, плюс мы сейчас проводим розыгрыш вот такой вот прикольной ган-зарядки. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш крутую Телегу. Фотографии, которые вы делаете на свой iPhone, могут занимать гораздо меньше места. Для этого зайдите в «Настройки камеры» и выберите «Форматы высокоэффективные». По качеству фото они практически ничем не будут отличаться от наиболее совместимого, но они будут занимать на 40% места меньше. Если вы используете Apple Music, то зайдите в «Настройки», «Музыка» и нас интересует пункт, который называется «Оптимизация хранилища». Если вы храните всю свою музыку на устройстве, как я, то здесь вы можете выбрать то количество гигабайт, которое может использовать ваша загруженная музыка. Я использую 16 гигабайт и это около 3000 песен. Соответственно, если вы скачиваете музыку, то вы можете максимум использовать из памяти 16 гигабайт. Ну а если вы превысите этот объем, то те песни, которые вы давно не слушали, iPhone просто удалит из загруженных песен. Но по-прежнему они будут на стриминге доступны. Если вы что-то когда-то скачивали, то это все хранится в приложении файла. Например, в браузере Safari скачали какую-нибудь фотку, текст и так далее. Это все кидается в приложение файла. Соответственно, зайдите через Spotlight в приложение файла и посмотрите здесь, что вам не нужно. Когда я открываю приложение файла, я иногда бываю в шоке от того, сколько здесь всего нужного и ненужного. Я частенько что-то скачиваю с iPad. И, естественно, это все синхронизируется между всеми моими устройствами. Так что обязательно зайдите в файлы и посмотрите, что у вас там. Зайдите в свой Apple ID и нас интересует пункт iCloud, а конкретно это резервные копии устройств. У меня все резервные копии отключены, так как я не вижу в них смысла, если я не перехожу здесь и сейчас на другое устройство. Например, когда я буду переходить с этого iPhone на другое, я включу, да, сделаю резервную копию, восстановлюсь на новом iPhone, а потом это все удалю. Резервные копии могут весить очень много, до 50-60 гигабайт, поэтому если вам здесь и сейчас не нужна резервная копия, то отключите ее и удалите те, которые были у вас уже сделаны. Вот такие вот советы по оптимизации хранилища я для вас сегодня подготовил. Если что-то забыл, то обязательно напишите об этом в комментариях. Это очень серьезный вопрос, потому что люди покупают iPhone более дешевые на 32, 64, 128 гигабайт. И периодично они сталкиваются с проблемой нехваткой места. На канал обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Дальше больше, всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok